В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Образование в Сарове прошло очередное заседание Комитета по социальным вопросам. Кто посадил лес? Мария Затонская вышла в финал литературной премии имени Казинцева. Встреча лидеров и аутсайдеров. В воскресенье Саров принял на своем льду Хыка Сеченова. Далее расскажем обо всем подробно. На какой стадии строительство школы по улице Зорга? Какие образовательные учреждения города ждет капитальный ремонт? Где планируют построить еще две новые школы? Доклад об организации школьного и дошкольного образования выслушали депутаты на очередном заседании Комитета по социальным вопросам. Подробности далее. Вышли на финишную прямую. Строительство школы номер 11 по улице Зорга выполнено на 82%. Финансирование обеспечено. Работают 8 бригад. Учебное заведение распахнет свои двери для юных саровчан уже 1 сентября. Об этом народным избранникам сообщил Леонид Бородулин. А вот от строительства школы на 600 мест в 15 микрорайоне пришлось отказаться, поскольку разместить ее там не позволяет площадь земельного участка. Новую школу планируют построить в микрорайоне 22. В микрорайоне прописано, зарегистрировано около полутора тысяч детей, которых надо необходимо обеспечивать местами. У нас даже с учетом ввода здания новой школы и капитального ремонта существующего, мы сумеем покрыть порядка тысячи мест в этом микрорайоне. В 15 микрорайоне вместо школы планируют построить физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Сейчас проект на стадии обсуждения. У 12-й школы появится отдельное здание для начальных классов. Сейчас школа практически заполнена, и если в ближайшее время не появится новое здание, то ребятам придется учиться в две смены, что противоречит государственной политике в сфере образования, пояснил собравшимся Евгений Слинчук. Еще одна важная задача для сферы образования – реконструкция школы-интерната номер один. Это здание на сегодняшний день практически не отвечает требованиям документов пожарной безопасности и по доступу маломобильных групп населения, и по Роспотребнадзору, поэтому здесь надо рассматривать вопрос о его масштабной реконструкции. Заместитель директора департамента образования также рассказал депутатам и о планах на ремонт школ. Прошли экспертизу проектной работы на капремонт Центра образования и школы номер одиннадцать. В планах проводить работы в 2022-2023 годах. На каждое из этих учреждений запланировано по 170 миллионов рублей. В программу капремонта планируют включить и 14-ю школу. В 21-м и 22-х микрорайонах построят здания для детских садов. Насколько у департамента образования есть информация, УКСом размещены были заказы на проектирование этих детских садов. Один проект уже, я так понимаю, выдан и прошел экспертизу, готов к реализации. Второй находится в стадии исполнения. Помимо планов на будущее, на заседании обсудили и реализованные проекты. Одним из главных событий стало завершение капремонта школы номер десять. Средства на этот масштабный проект были выделены из областного бюджета. 99% от всей суммы, 1% из местного бюджета. В Нижнем Новгороде прошли съемки программы «Непутевые заметки», которая выходит на Первом канале. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. «Дмитрий Крылов расскажет о своем взгляде на наш город», – написал глава региона. «Приятно будет снова увидеть Нижний на федеральном телевидении». Другая важная информация в подборке коротких новостей. Куриные яйца, вермишель, пшено, молоко и полукопченая колбаса подешевели в Нижегородской области. Об этом сообщает Министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат. По данным службы статистики, с 10 по 14 января в регионе средняя цена на яйца куриные снизилась на 4%. С 84 рублей до 80 за десяток. Бермишель подешевела на 3,8% – с 79 до 76 рублей за килограмм. Пшено подешевело на 1,5% – с 47 до 46 за килограмм. Молоко на 1,1%. Также на 1,1% подешевела полукопченая и варенокопченая колбаса. Кроме того, снизились цены на свинину, баранину, пшеничную муку и морковь. Детская вакцина от коронавируса появится в Нижегородской области в ближайшую неделю. 2160 доз препарата «Спутник-М» поступит в медицинские учреждения региона до 31 января, сообщили в региональном Минздраве. В настоящее время организованы пункты вакцинации, закуплено медицинское оборудование и подготовлены прививочные кабинеты. Все медицинские организации готовы к проведению прививочной кампании среди несовершеннолетних. Снегоход и квадроцикл – полноценный транспорт, и требования к их водителям предъявляются соответствующие. Об этом напоминают Минсельхоз и Гостехнадзор. Прежде всего, чтобы управлять такой самоходной техникой, необходимо получить водительское удостоверение соответствующей категории. Также транспорт должен пройти техосмотр. За нарушение этих требований предусмотрены штрафы до 1000 рублей и даже лишение прав на срок до полугода. Садиться за руль зимнего транспорта необходимо в шлеме, а при выезде на дороге общего пользования соблюдать правила дорожного движения. Кроме того, так как самоходная техника приравнена к полноценному транспорту, запрещено управлять ей, находясь в нетрезвом виде. Езда под градусом на квадроцикле или снегоходе грозит лежением прав от полутора до двух лет. Трех водителей задержали в состоянии алкогольного опьянения. 44 человека в Сарове нарушили правила остановки, стоянки и другие требования дорожных знаков. А 10 участников дорожного движения решили не пристегиваться ремнем безопасности. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем далее. Обстановка на дорогах города по-прежнему остается напряженной. За прошедшую неделю сотрудники ГИБДД зарегистрировали 8 аварий, в двух пострадали люди. 18 января на нерегулируемом перекрестке улицы Пушкина и проспекта Мира, напротив дома номер 7, водитель Ниссана выехал с второстепенной дороги налево, не уступив дорогу Форду. В результате столкновения пассажир автомашины Ford Fusion, женщина, 85-го года рождения, получила телесные повреждения и после осмотра врачом была гопатизирована в травматологическое отделение КБ-50 с диагнозом сотрясения головного мозга. На следующий день у 24-го дома на улице Духова водитель Рено Логан при движении задним ходом наехал на пешехода. Женщина получила незначительные ушибы, госпитализации ей не потребовалось. Сотрудники ГИБДД еще раз обращают внимание водителей, что во время гололеда и сильного снега необходимо быть особенно внимательными и осторожными на дорогах, выбирать оптимальную скорость и соблюдать дистанцию между автомобилями. При начале движения, при любом маневрировании нужно трижды убедиться, что вы никому помех не создаете. При необходимости необходимо уступить дорогу транспортному средству. При движении задним ходом также быть внимательными, прибегать к помощи посторонних лиц для того, чтобы избежать либо наезда настоящих транспортных средств, либо, как в этом случае, наезда на пешехода. Более 140 нарушений правил дорожного движения зафиксировали сотрудники ГИБДД. Трех водителей задержали в состоянии алкогольного опьянения. 21 водитель оштрафован за езду с тонировкой, а 5 пешеходов – за переход в неположенном месте. Также с понедельника сотрудники ГИБДД начинают операцию «Пристегнись», которая пройдет по всей Нижегородской области. За неделю выявят водителей, которые пренебрегают ремнем безопасности или детским креслом. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Саровченко вошла в шорт-лист номинанта Всероссийской литературной премии имени Козинцева. Мария Затонская представила Нижегородскую область в номинации «Поэзия» и теперь будет бороться за специальный приз – издание собственной книги, а также денежную премию в размере 50 тысяч рублей. Подробности далее. Случайный вопрос дочки лег в основу целого сборника стихов Марии Затонской. «Кто посадил лес?» – спросила девочка. И размышления над этим дали начало нескольким десяткам произведений. Вот этот автоматический вопрос, который возник у ребенка, мне кажется, и характеризует, может быть, и нас, взрослых, во многих смыслах. Когда мы думаем, что мы над всем властны, но на самом деле есть кто-то, кто посадил лес, а это не человек. Поэтому это разговор о поиске Бога и о поиске чего-то высшего. Рукопись сборника «Кто посадил лес?» Мария Затонская представила на Всероссийской литературной премии имени Козинцева. Этот конкурс «Союз писателей России» проводит впервые. Его участниками стали более 100 авторов из 32 регионов страны. В состав жюри вошли поэты, критики, представители журналов и издательств, а также лауреаты престижных литературных премий. «Почему полезно очень мне было податься? Потому что книга нуждается в редактуре, в советах, во взгляде извне от профессионалов. И чем больше глаз профессиональных на нее посмотрят, тем лучше. Сразу отправлять в издательство, возможно, было бы как-то самонадеянно. Она должна немножко пожить, почитаться». В начале лета в Химках пройдет церемония награждения. Победитель получит 50 тысяч рублей и возможность опубликовать свою книгу. Познакомиться со всеми участниками можно на сайте Совета молодых литераторов «Союза писателей России». Там размещены видеоролики, в которых авторы рассказывают о себе. Также на сайте в ближайшее время откроют свободный доступ к произведениям всех финалистов литературной премии. Воспитанники детской школы искусств номер два стали победителями всероссийского конкурса на лучшее исполнение произведений композитора-гитариста Виктора Козлова. Подробности далее. Год назад ушел из жизни композитор-гитарист Виктор Козлов. Его произведения любят и юные гитаристы, и любители гитарной музыки, и профессиональные исполнители. Сочинения Виктора Козлова звучат в России, Германии, Италии, Англии, Польше, Финляндии. Особые значения автор при жизни придавал музыке для детей. Дети очень любят его играть. И вот его друзья, жена, они создали такой конкурс, который имеет статус пока всероссийского, но потом, может быть, станет и международным. И этот конкурс проводился впервые. Он проводился в онлайн-формате и проводился в его день рождения, 10 января. Воспитанники Ирины Фидельман, Михаила Борисейко и Иоанна Гончарова стали победителями этого конкурса. В дуэте ребята играют уже более шести лет. На конкурсе Миша и Аня представили произведение Виктора Козлова «Мелонга». «Мелонга» мне очень нравится. Для меня это очень задушевное произведение, которое засело глубоко в душе. В «Мелонге» мы мелодию-аккомпанемент меняем местами. Если сначала мелодия у Миши, то во второй части Миша играет аккомпанемент, а я мелодию. И таким образом у нас лучше получается дополнять друг друга. Помимо этого Михаил Борисейко на конкурсе сыграл и сольное произведение «Бурлеска» композитора Виктора Козлова. С ним молодой человек занял также первое место. Выучить произведение для Миши не составило особого труда. На него он потратил всего две недели. Оно очень интересное, быстрое в темпе и такое оно любители. Сейчас ребята готовятся к конкурсу «Колейдоскоп», который пройдет весной в Дзержинске. Ирина Вашегородцева, Кирилл Новикеевич, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. В минувшие выходные Саров принял на своем льду ХК «Сеченова». Игра прошла в рамках чемпионата Нижегородской области по хоккею среди мужских команд высшей лиги. Саровчане занимают первую строку турнирной таблицы. Сеченова на седьмой. О том, чем закончилась встреча лидеров и аутсайдеров чемпионата, расскажем далее. 10 шайб хоккейный клуб «Саров» забил ворота противника и одержал очередную победу. Выходные саровские хоккеисты приняли на своем льду ХК «Сеченова». Наши спортсмены провели игру на домашнем льду в рамках чемпионата Нижегородской области по хоккею среди мужских команд высшей лиги. Перед игрой собрались, хотели и дали, я считаю, бой, в принципе. Но команда не по силу. «Саров» – лидер чемпионата, все равно комплектованная, более мастеровитая, более выносливая. Проиграли свою зону, передачи через 3-4 человека проходят, очень тяжело такие шайбы поймать. Хоккейный клуб «Саров» достойно и уверенно вел игру и не давал расслабиться сопернику. Первый период наши спортсмены завершили со счетом 4-1, второй – 6-2, финальный счет – 10-2. В таком напряженном поединке не обошлось без эмоций, особенно в конце игры. Вышли немножко настроены, получилось в первом периоде забить, потом какая-то нелепая ошибка и все, и что-то расстроились, встали, дали почувствовать команде. В итоге пришлось немножко перестроиться и все сложилось удачно, закончили 4-1. Хоккейный клуб «Саров» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Нижегородской области. Сейчас у команды 27 очков в 11 играх. Чтобы и дальше одерживать победы, спортсменам нужно всегда держать себя в тонусе и поддерживать отличную форму. Но вот с тренировками на льду у саровских хоккеистов возникают проблемы. Тренировочных процессов не хватает. Администрация ставит лед в 22.30, и поэтому мы один раз катаемся в пятницу в 21.15, ой, в 20.00, и играем в выходные. Хочу обратиться к администрации, чтобы нам ставили тренировки не в позднее время, так как народ весь взрослый, встает на работу в 6.30 утра, зарабатывает деньги всеми. Следующая игра хоккейного клуба «Саров» состоится на выезде. 29 января наши спортсмены скрестят клюшки с командой из Кстова. Светлана Ярунова, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!